Сегодня в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с ситуацией на границе с Украиной и увеличением числа беженцев. Между тем, украинские пограничные службы продолжают утверждать, что беженцев и захваченных гражданской войной городов на юго-востоке Украины нет. В сообщении Госпогранслужбы говорится, я цитирую, на границе с Россией ни один гражданин Украины не выразил желания получить статус беженца в Российской Федерации. А тогда в нашем репортаже кто? Дети, маленькие свидетели большой беды, беженцы из Луганска и Славянска. И они не хотят, чтобы украинские власти их называли террористами. Это просто дети и родители, жившие еще недавно на Украине. Солнце, цветы и яркие краски. Дети рисуют мир, в котором нет места оружию и убийствам. Этим художникам примерно от трех лет до четырнадцати. И они знают о войне не из книг или фильмов, они ее видели. Из Украины, если кто-то меня слышит, то я передаю сочувствие. Потому что летают самолеты, стреляют в невинных людей, которые просто идут на работу. Мы добрались сюда нормально, но меня больше напугало, что тоже война. Крымопролитие. Братья Родион и Данил из Луганска. После авиаобстрела центра города, когда погибли мирные жители, их родители долго не думали. Мы живем в самом центре города. Вот буквально самолеты летали. Ну, один на водку давал, а второй начал бить дисковыми бомбами, которые вообще запрещены в войне. Потому что нечестная война была. Ну, родители сразу сказали, вы уезжаете. Братьев с сопровождающими отправили сюда, в Ростовскую область. А родители остались защищать осажденный Луганск. У остальных ребятишек похожая история. Кто-то бежал из родного города с бабушкой, кто-то с тетей. Теперь они в безопасности. Я хочу маме с папой передать привет. И передать, чтобы они приезжали сюда как можно побыстрее. Я хочу передать привет своим двум бабушкам, потому что они... Не плачь. Ну, ты же хотел им передать привет. Ну, давай, передадим. Потому что они очень сильно волновались за нас. И все хорошо. Да. В Неклиновском доме отдыха сейчас более двух сотен беженцев. Из них 124 – это дети. У всех здесь, помимо крыши над головой и питания, есть элементарный набор самого необходимого. Валентина с мужем и тремя детьми поселилась в этой комнате. Пять кроватей, небольшие проходы между, тумбочки, стол. Не тесно? Нет, ради бога. Хотя бы не бомбят. Это уже... Это не подвал, который был дома. Мы не могли подумать, что в 21 веке будут бомбить мирный город. Бомбить больницы, бомбить садики, бомбить школы. Это очень страшно. Это я не знаю. Я не понимаю этого. То есть они, зная прекрасно, что школа... Вот у них все видно с Карачуна. Они бьют по школе, они бьют по больнице. Кто там сидит? Террористы. То есть я и мой ребенок террористы, получается. Мы живем в таком районе, где у нас нет ни бомбубежищ, ни подвала. Мы спали, ложились, расстелили матрасик, одеялко. И дети лежали, хватаясь за головы, плача. Сегодня в этот дом отдыха приехал уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Посмотрел, как разместили людей, главное, детей, чем кормят, где лечат. Выслушал просьбы и пожелания. Позже он рассказал, что генпрокуратура России возбудила уголовное дело по фактам преступлений против человечности на юго-востоке Украины. Пообещал, что процедура получения официального статуса беженца будет максимально упрощена и что Россия примет всех, кто захочет сюда приехать. Сейчас уже отлажена вся система приема беженцев. Действительно, надо признать, что наплыв людей увеличивается и за последние сутки в Ростовскую область, только в Ростовскую область. Рекордное количество по разным переходам, а их 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, прибыло более 7 тысяч людей. Сегодня уже развернут лагерь МЧС на 150 мест. Это три палаточных лагеря по 50 человек. Потому что мы готовы, должны быть и к тому, что людей станет больше. Также стало известно, что открыт специальный счет для оказания помощи семьям с детьми, прибывшими из зоны боевых действий. А в Ростовской области тем временем, в связи с наплывом, украинских граждан объявили режим ЧС. Сколько пробудут здесь украинские беженцы? На этот вопрос пока не может ответить никто. Впрочем, не заглядывая в далекое будущее, они просто отдыхают, приходят в себя после того, что им пришлось пережить. Юлия Чумакова, Андрей Коник, Виктор Гребенюков, Первый канал, Ростовская область.